26 февраля. Надежда Симонян родилась в Ростове-на-Дону, окончила Ленинградскую консерваторию по классу Чешко и аспирантуру там же под руководством Пушкова. Известна преимущественно как автор музыки кино и телефильмом, снятым в период с 1954 по 1984 годы. Всего около 40 названий, в том числе «Улица полна неожиданностей», «Дама с собачкой», «12 месяцев», «Плохой хороший человек», «Приключения принца Флоризеля». Кроме того, Надежде Симонян принадлежит ряд симфонических и камерных сочинений, в том числе концерт для фортепиано с оркестром и музыка к трем балетам «Жемчужина», «Старик Хатабыч» и «Принц и нищий». Первая в мире женщина-капитан дальнего плавания Анна Щетинина тоже родилась 26 февраля. Окончила судоводительское отделение Владивостокского морского техникума, работала на Камчатке, где прошла путь от простого матроса до капитана. В возрасте 24 лет Анна получила штурманский диплом, а в 27 стала первой в мире женщиной-капитаном дальнего плавания. В 1935 году Анна прославилась на весь мир, проведя корабль «Чивыча» через полярные льды на Дальний Восток. Анна Ивановна была назначена первым начальником рыбного порта города Владивостока. Войну Анна встретила на Балтике, где под бомбежками эвакуировала население Таллина и перевозила стратегические грузы. Также в этот день родился изобретатель джинсов Леви Страус. Он начал изучать торговый бизнес, работал камевояжером, торговал галантереей и инструментами. В годы золотой лихорадки он привез товар в Сан-Франциско. Весь товар был раскуплен с корабля еще до захода в порт. Осталась только парусина. Страус заказал у портного брюки из этой ткани. Брюки мгновенно раскупили. Совсем скоро Леви основал фирму Леви Страуса и компания. Вместо парусины штаны начали шить из более мягкой французской ткани, которую называли Деним. То есть из города Ним в Южной Франции. В 1873 году Страус и эмигрант из Российской империи Джейкоб Дэвис получили патент на штаны с металлическими заклепками на карманах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова